Рассмотрим допросы непосредственно самих подозреваемых, проверяемых. Со слов некоторых фантазеров, подвергнутых пыткам и избиениям, из допроса свидетеля, 10 марта 1959 года, допрошен Бахтияров Никита Владимирович, допросил Темпалов, национальность, манси, занятие, охотник. Свидетель показал, русский язык я понимаю, в переводчике не нуждаюсь. По существу заданных вопросов поясняю. Я узнал, что ищут туристов 21 или 22 февраля 1959 года. Я был в это время в юртах Бахтияровых в Верховьях Визжая. Я приехал туда 20 или 21 февраля к своим родственникам, сестре Бахтияровой Нине. Я поехал вместе с Петром Акимовичем Бахтияровым, Николаем и Прокопием за оленями, их искать в лесу за 8 километров от юрт. Когда уехали, прилетел вертолет. И когда вернулись, то от женщин узнали, что ищут туристов. Туристы действительно останавливались ранее у Бахтиярова Петра и потом куда-то ушли. Куда, я не спрашивал и не знаю. Я сам живу на реке Ивдель, около первой плотины, 60 километров от Визжая. Я слышал, что подозревают в том, что манси испугали туристов и они погибли. Это я считаю неверно. Также ни одного случая не было, чтобы манси нападали на русских. Для этого нет никаких причин. Молебная гора Манси находится недалеко от юрт Бахтияровых, километров 30 в Верховьях Визжая. На эту гору никому не воспрещается заходить, как русским мужчинам и женщинам, а также и манси. Гора эта никогда не охраняется. Ценных вещей там никаких нет. Раньше что было, я не знаю. Эта молебная гора никуда не переносилась. Вернее, молебный камень не переносился. И верующие манси ходят на эту гору. Но таких религиозных манси мало. Других молебных мест у манси не имеется. Как погибли туристы, мне неизвестно. Но чтобы они погибли от рук манси, я это не допускаю. И манси это не позволят. Что-то стиль изложения никоим образом не указывает на побитого и запытанного человека. Уверенные ответы, причем довольно настойчивые и прямолинейные. Из допроса Бахтиярова Николая Якимовича, 10 марта 59 года, допросил прокурор Кампалов. Национальность. Манси. Занятия. Охотник. Свидетель показал. Я русский язык знаю и в переводчике не нуждаюсь. По существу заданных вопросов поясняю. Я имею образование 5 классов. Учился в Бурмантовском детском доме до 1949 года. А сейчас работаю пастухом. Пасу оленей, принадлежащих детскому дому поселка Бурмантово. Я женатый. Имею на иждивении троих детей от 6 до 9 лет. Живем мы от поселка Визжай в 60 километрах в верховьях реки Визжай. Там у нас имеется 4 юрты и одна старая юрта, в которой никто не живет. Там проживают, кроме меня с семьей, мой брат родной Бахтияров Петр Якимович с семьей, родственник Бахтияров Павел Васильевич с семьей и мой родственник Бахтияров Сергей Савельевич и его брат Бахтияров Прокопий Савельевич. Больше никто с нами не живет. Я вышел с места жительства 28 февраля 1959 года на двух нартах. На одних нартах ехал я, а на других нартах ехал Бахтияров Прокопий. Мы пробыли до 1 марта на поселке 19 разъезд и поехали на первую плотину к родственнику Бахтиярову Никите Владимировичу, чтобы купить у него мелкокалиберную винтовку и погостить. А Прокопий ехал со мною 6 марта. Выехали вместе с Никитой и Прокопием в город Ивдель регистрировать винтовку. Я получил разрешение купить у Никиты винтовку. В 20-х числах февраля 1959 года к нам к юртам прилетал вертолет и приходили в юрты два человека. Кто, мы не знаем. В юртах в то время находились одни женщины, а мы все мужчины искали оленей в 8 километрах от наших юрт. Когда приехали в юрты, нам сказала Катерина, моя сестра, что приходили два человека и спрашивали, проходили ли туристы. Она им сказала, что проходили туристы два раза. Первых туристов я не видел, когда проходили, но примерно больше месяца. А я был в поселке Бурмантово. Их, как я слышал от родственников, было 10 человек. Были ли женщины, я не знаю. Эти туристы не ночевали у нас, как я узнал, а так остановились отдохнуть. Вторые туристы в конце января были у нас и ночевали. Их было 8 человек. У них была одна или две женщины. Ночевали они у моего брата Петра Якимовича в юрте. В юрте мы разговаривали с этими туристами. Они говорили, что идут на горы. На какие, не говорили. Спрашивали только лучше пути по реке или по другому месту. И они пошли по дороге к реке в вершине Виллс. Я больше этих туристов не встречал. До 10 февраля все мы были дома. С 10 февраля уезжал на поселок Бурмантово с Петром Якимовичем. Я по поводу оленей. А Петр в гости на поселок Суеват-Пауль. К тетке Бахтияровой Нине. И я с ним ездил. Всего мы гостили и были в Бурмантово и на поселке Суеват-Пауль около 10 дней. Вчера, 9 марта 59 года, мы с Манси Никитой Бахтияровым были в магазине около реки. Один пьяный, я его не знаю, подошел к нам и сказал, «Потерялись в туристы. Наверное, Манси их убили. Мы ему сказали, что не должно быть, ибо Манси никогда никого не убивали, и им незачем убивать туристов. Мой брат Петр Якимович больной туберкулезом, и он плохо ходит. Даже на охоту никогда не ходит. Молебный камень у нас находится сейчас на горе Ойка-Чахл, в вершинах реки Визжай. И я точно знаю, что эта молебная гора никуда не перенесена. Русским мужчинам и женщинам не запрещено на эту гору ходить. Эта гора Манси никогда не охранялась и не охраняется. Мне смотреть туристов некогда, так как у меня 1200 голов оленей под охраной, и мне надо пасти. Много волков. Прокопий Бахтияров может пойти искать. А брат Петр болен, даже на охоту не ходит. Вчера, 9 марта, около реки один пьяный, я его не знаю, подошел к нам и сказал, потерялись туристы, наверное, Манси их убили. Похоже на некоторые ютуб-версии. Времена идут, а люди не меняются. Из допроса Бахтиярова Прокопия Савельевича, 10 марта 59 года, допросил Темпалов. Национальность, Манси. Занятие, охотник. Свидетель показал, русский язык я знаю плохо, но ждаюсь в переводчике. Вызван переводчик Бахтияров Никита Владимирович, который предупрежден за дачу ложных показаний при переводе и неверный перевод. Я приехал в город Ивдель 4 дня назад вместе с Бахтияровым Николаем со своих юрт, которые расположены в 60 километрах от Вижая. Мы приехали сначала к Бахтиярову Никите купить у него винтовку мелкокалиберную. И в милиции в городе Ивдель зарегистрировать. Винтовку покупает у Никиты Николай. Я узнал о том, что потерялись туристы 21 февраля от Манси женщин Нины и Катерины Бахтияровых. Мы в это время ходили искать оленей, в то время как сел вертолет около юрт. Петр, Никита, я, Николай. В юртах оставались одни женщины и брат мой Сергей. В феврале и январе мы от дома далеко не уезжали. Охотились тоже около поселка 19-го портсъезда. Николай и Петр Якимович Бахтияровы ездили в середине февраля месяца в Бурмантово и Суеват-Пауль. Николай вон пасет оленя от детского дома и по работе ездил в поселок Суеват-Пауль. С Петром ездили в гости к Манси. Петр плохо охотится, больной туберкулезом, кое-как ходит. Молебная гора находится в верховьях реки Визжай от наших юрт не очень далеко, километров 30. Сам я никогда не ходил на Молебную гору, а Манси сейчас плохо веруют. Молодые религию Манси не признают. И я тоже. Как получилось с туристами, я не знаю и ни от кого не слышал. И где они находятся, не знаю. Туристы 8 человек ночевали у Петра и пошли к реке Визжай. А дальше не знаю. Где туристы погибли или живут, я не знаю. Сам я никогда не ходил на Молебную гору. И Манси сейчас плохо веруют. Молодые религию Манси вообще не признают. И я тоже. Вот уже и времена были другие. Молодежь Манси всецело была настроена на другую жизнь. Желательно в городе. Многие ли из нас, выросших в СССР, знали, как правильно совершать обряды? Двое-трое из десяти из секретного поручения Ахмена Безяев. Председатель Бурмантовского поселкового совета Макрушин распространяет слух о том, что якобы Манси Бахтияров Павел Григорьевич видел, как туристы падали с горы и рассказывал об этом другим Манси еще 17 февраля 59-го года. В этой связи необходимо проверить правильность сообщаемых сведений. Из показаний Макрушина Михаила Ананьевича 14 марта 1959 года допросил Темпалов. Свидетель показал. По существу заданных вопросов поясняю. Я работаю председателем Бурмантовского сельсовета с 50-го года по настоящее время. С поселка Мансийского Визжая с юрт Бахтияровых в село Бурмантово приехали Манси 7 февраля 59-го года. Примерно около этого времени. Приехали Бахтияров Николай Якимович, Бахтияров Петр Якимович. Они приехали в гости в село Бурмантово, так как у них тут проживает родной их дядя Бахтияров Илья Иванович, хромой на одну ногу. В селе Бурмантово погостили у дяди несколько дней и затем поехали в гости к своим родственникам в поселок Суеватпауль, который находится в 40 километрах от села Бурмантово на север. Бахтияров Петр Якимович вернулся в село Бурмантово 16 февраля 59-го года. Это я точно знаю. О том, что Бахтияров Петр и Николай были в гостях как в Бурмантово, а также в поселке Суеватпауль. Около 8 дней я это точно знаю. 17 февраля 59-го года утром около 10 часов утра Бахтияров Петр Якимович пришел ко мне в сельсовет попросить у меня старых газет для того, чтобы курить. Я ему дал газеты. У нас с ним зашел разговор о том, что около половины оленево стада погибло на Уральских горах у всех манси ввиду болезни, как они называют ее копытка. И волки подошли к этим погибшим оленям, и в настоящее время зимой волков на Урале очень много. И эти волки нападают на живых оленей и задирают их. Он говорил, что у кого сколько волки задрали оленей. Бахтияров Петр сказал, что олени находятся у него, у манси, у которого задраны были олени в 40-45 километрах от юрт Северной Ташемки, а от юрт Бахтиярова Петра до реки Северная Ташемка расстояние 20 километров. Бахтияров Петр также рассказал о том, что есть одна гора, с которой сдуло одного человека. Какого человека он не знает. Я спросил, откуда ему это известно о той горе. Он сказал, что эта гора находится от их юрт в 40 километрах. И его отец был пастухом уральским и рассказывал о том, что с этой горы сдуло одного человека. Петр Якимович говорил, что это он слышал от своего родного отца Бахтиярова Якима Ивановича, который умер в 1939 году и похоронен. О том, что сам Бахтияров Петр видел, как сдуло человека с горы, он мне не говорил. О потере туристов я ничего не знаю. И Петр Якимович мне об них не упоминал. О потере туристов и поисках их я узнал в исполкоме горсовета. 28 февраля 1959 года зампредседателя исполкома горсовета товарищу Карандышеву ВН, когда он меня спрашивал об утере туристов 7 марта 1959 года, я ему рассказал о том, что мне 17 февраля 1959 года Бахтияров П. Я рассказывал, что человека сдуло с горы. Товарищ Карандышев меня не спросил, когда сдуло, и я не сказал. А если бы он меня спросил, когда и где это происходило, то я бы ему передал, что это Бахтияров Петр слышал от своего отца, который умер в 1939 году. Я не думаю о том, чтобы манси напали на туристов и их убили. Я проживаю в поселке Бурмантово с 1945 года, и не было случая, чтобы они нападали на русских, и от них я не слышал никаких угроз. Хотя почти насильно я отбирал у них детей на учебу в школе и в больницу. Сам я лично знаю о том, что манси замерзали около своего убитого зверя, лося. Эти случаи и были. Так было в 1947 году. Часто манси берут проводниками геологи, и никогда плохого мнения о них не оставались. Я знаю, молебный камень манси находится в верховьях реки Визжай, а не в верховьях реки Лозево. Больше добавить ничего не могу, записано верно, но и лично прочитано. То есть человек, рассказавший историю, услышанную от своего отца, который скончался в 1939 году, а в 1959 году данное предположение о том, что с группой Дятлова могло случиться тоже, получило неожиданный оборот и привлекло внимание целого прокурора по особо важным делам, находившимся в городе Свердловск за несколько сотен километров от города Ивдель. Слухи «Сильная штука» или город Ивдель имел обширную сеть секретных сотрудников, обладавших возможностью напрямую незамедлительно докладывать обо всем, что происходит в особый отдел Свердловской прокуратуры. Конечно, Ивдель Лак давал вольные кадры, либо подневольные. Из допроса Бахтиярова Петра Якимовича «Национальность, манси, занятие, охотник, 16 марта 1959 года» допросил Темпалов. Свидетель показал, по существу заданных вопросов поясняю, что в середине февраля 1959 года, число точно не помню, я приходил в сельсовет в поселке Бурмантово к председателю сельсовета за старыми газетами. Фамилия председателя сельсовета Макрушин. Там мы говорили с ним о том, что болеют олени копыткой, и много оленей погибло, и появились волки, и едят этих погибших оленей. Кроме того, у нас был разговор о том, что мой отец Бахтияров, когда еще жив был, то говорил, что давно с какой-то горы сдуло человека ветром, и опасно ходить на эту гору, и нам наказывал, чтобы мы не ходили туда. Что это за гора, я сейчас не помню, и что за человека сдуло, отец мне не говорил. Отец мой умер уже прошло 15 лет. Гора, о которой говорил мой отец, находится от наших юрт 40 километров, 30 километров в верховьях реки Визжай. Молебной горы у Манси сейчас нет, так как я не молюсь и не знаю, где молебная гора есть. Да едва ли она и вообще есть, так как Манси не ходят сейчас молиться. А старшие молятся дома, а молодые вообще не молятся. О том, что потерялись туристы, я узнал только тогда, когда прилетел вертолет в наши юрты. Это было в конце февраля 59-го года. Люди говорили, что с вертолета ищут туристов. Как потерялись туристы и где, мне неизвестно. Когда прилетел вертолет, я и другие братья мои искали оленей, а в юртах оставались одни женщины. Олени искали своих мы одни сутки. Живем мы в верховьях реки Визжая. У нас 4 юрты. Туристы проходили неоднократно через наши юрты в январе и феврале 59-го года. Числа не помню. Последний раз туристы, 7 человек, ночевали у нас. Они просили, чтобы я их увез на Урал, но я не мог их везти, так как оленей дома не было, и они пошли на лыжах. Они, туристы, кушали свои продукты. Мяса у них не было, и я им не давал. Сам я болею туберкулезом, уже 3 года не могу охотиться. Мне дает пищу мой брат Николай. В верховьях реки Лозевы я никогда не был. Записано верно, мне прочитано. Слухами не только земля полнится, но и поручения секретные, хотя обязаны были проверить все. Проверили. Допрос Бахтиярова Сергея Савельевича. 16 марта 1959 года. Национальность. Манси. Занятие. Охотник. Допросил Темпалов. Свидетель показал, по существу заданных вопросов, замечаю. Я живу в юртах Бахтияровых по реке Визжай. Зимой 1959 года, месяца не помню, через наши юрты проходили две партии туристов. Месяца и числа не помню. Последний раз 7 туристов ночевали у Бахтиярова Петра Якимовича и ушли по дороге в горы. В феврале 1959 года, перед выборами, около наших юрт садился вертолет. Два человека спрашивали женщин про туристов, куда ушли. Они ко мне в юрту не заходили. Я был в юрте и с ними не разговаривал. В это время Бахтиярова Николая Петра Прокопия искали своих оленей в 8 километрах от юрт. Искали оленей всего одни сутки. Я помню, что в середине февраля 1959 года Бахтияров Николай, Петр Прокопий ездили в Бурмантово и поселок Суеват-Пауль в гости, так как там их родные имеются. Я узнал, что потерялись туристы тогда, когда прилетал вертолет. А ранее не знал. Бахтияров Петр Якимович больной. У него легкие болят, и на охоту он не ходит. Даже дрова с трудом заготавливает. О причине гибели туристов мне ничего не известно. Протокол допроса Бахтиярова Павла Васильевича. 16 марта 1959 года. Национальность. Манси. Занятие. Охотник. Допросил темпал. Свидетель показал. По существу заданных вопросов поясняю. Я живу от юрты Бахтиярова Петра Якимовича, севернее, 25 километров, на реке Северная Ташемка. Туристы проходили через наши юрты два раза. Один раз нас дома не было, и второй раз я был дома. Из туристов было в последний раз 12-13 человек. Туристы были у нас еще до 1 января 1959 года. О том, что туристы потерялись, я услышал 1 марта 1959 года на выборах от людей, так как ушли искать этих туристов. Как потерялись туристы, мне неизвестно. И их путь я не знаю. Молебная гора от нас находится в 30 километрах в верховьях реки Визжай. На эту гору ходят все, и русские, и мужчины, и женщины, и манси. Запрета какого-либо, чтобы русские не ходили на гору, никакого не имеется. Я никогда не был в верховьях реки Лгозьва и всегда охотились по реке Ивдель и реке Визжай. Зимой в горах бывают сильные ветры, что невозможно идти на гору. В горах зимой даже и нам, манси, бывает находиться опасно. Бывают сильные ветры зимой и до 10 дней длительностью. Из протокола допроса Горбушина Артемия Владимировича, национальность русский, 20 марта 1959 года, допросил Темпалов. Свидетель показал. В начале марта 1959 года я находился в дежурке милиции, и в это время шел разговор, что погибли туристы. В дежурке сидел, вернее, подошел один манси, фамилию его не знаю. Но говорили, что это Куриков, а как зовут, не знаю. Курикова спросили, как могли погибнуть туристы. Куриков сказал, что около Святой горы, где эта гора находится, он не сказал. Живут пять человек-остяков. Они, как дикари, не дружат ни с манси и ни с русскими людьми. В городе Ивдель они никогда не бывают, и эти остяки могли убить туристов из-за того, что они, туристы, хотели взойти на Святую гору, или из-за того, что подумали, что туристы могли убить их оленей и лосей, которыми они питаются. Куриков высказывал только предположения свои, а как получилось на самом деле, он, Куриков, не знает. Но ранее Куриков этих дикарей и остяков видал. Но давно, несколько лет тому назад, где гора находится Святая, Куриков не знает. Но еще утверждаю, что Куриков высказывал свое предположение. Он это сказал так, как мы вели разговор, что нашли мертвых туристов и спросили Манси Курикова, как это могло получиться. При этом разговоре был работник милиции Пыжов. Больше добавить ничего не могу. Записано верно, но и лично прочитано. Этот человек занимал должность в Ивдельском городском отделе милиции старший оперуполномоченный. Из допроса Куриков Григорий Николаевич, национальность, Манси, занятие, охотник, депутат Ивдельского горсовета, 23 марта 1959 года, допросил Темпалов. Свидетель показал, по-русски я понимаю хорошо, расписываюсь только по-мансийски. Я лично не думаю, чтобы кто-либо из Манси напал на русских туристов, так как этого никогда не было. Я бы все равно узнал бы от Манси, кто напал на туристов и этим интересуюсь, но никаких причин нападать Манси на туристов не имеется. Молебная гора, я точно знаю, находится в верховьях реки Визжай, и там никто ни летом, ни зимой не живут. Молебную гору никто не охраняет. Русским людям разрешается ходить туда. О том, что около Молебной горы живут пять Манси или другой народ не Манси, которых боятся Манси, я лично этого не говорил нигде, в том числе и в милиции. Таких людей Манси, чтобы не ходили в Ивдель, нет у нас. Каких-либо людей посторонних Манси не знали, у нас в районе не имеется. Мы бы знали о постороннем народе, так как охотничают Манси и встретили бы кого-нибудь. Таких Манси, чтобы плохо относились к русским, не имеется у нас в районе. Отчего и как погибли туристы, я совершенно не знаю, как это могло получиться. Тут вообще вышла наружу какая-то фантастическая ложь от работника внутренних дел. Больше бы веры досталось словам работника, а не Манси. В определенном случае протокол допроса Анямов Андрей Алексеевич, 23 марта 59 года. Национальность Манси, занятие охотник. Допросил Темпалов. Свидетель показал, при допросе присутствовал переводчик Куриков Григорий Николаевич, депутат Ивдельского горсовета, так как Анямов АА русским языком не владеет. По существу заданных вопросов поясняю. Я-то в январе-марте месяце 59 года я никогда и нигде туристов не видел, а только видел следы туристов. На дороге были следы узких лыж. Сколько человек шло, нельзя определить. Следы я видел по реке Возьва, выше речки Ауспи, полтора-два километра. Следы шли на реку Ауспи, а далее на Урал-горы. Когда я видел следы, точно числа не помню, но около или в конце января, или в начале февраля 59 года. Следы были заметены на чистом месте, а где лес слегка припорошенный снегом. Я ходил на лыжах. Вместе со мною еще были три человека. Анямов Андрей Алексеевич, мой племянник. Анямов Николай Павлович, тоже мой племянник. Шешкин Константин, Манси. На охоту мы четверо выехали из поселка Суеват-Пауль и охотились в лесах около реки Ауспи. Русских туристов нигде не видели. Когда мы охотились, то была хорошая погода, а также были плохие дни. Особенно два дня был сильный ветер и снег. Во время сильного ветра мы находились в лесу. Следы туристов мы видели, все четверо Манси. Следы шли по направлению в горы, но мы не ходили по этим следам. Когда мы охотились в лесах около реки Ауспи, то видели следы лосей, волков и росомах. Следы от костров и каких-либо голосов людей во время охоты мы не видели и не слышали. Я слышал, что когда Манси, которые искали туристов, нашли четырех человек, замерзших, так они говорили, нашли ли, еще не знаю. Молебной горы, там, куда шли туристы, нет, а Молебная гора находится в верховьях реки Вижая. Как и что могло случиться с туристами, мне ничего не известно и не знаю, как получилось. Мы находились на охоте около пяти дней. Я лично нигде никогда сам не видел в нашем районе другой народ в количестве пяти человек, которых якобы боятся Манси и которые не бывают в городе Ивдель. От других Манси тоже не слышал. Когда мы приехали с охоты в поселок Суеват-Пауль, то говорили, то есть сказали Манси другим, что видели следы узких лыж или туристы прошли на Урал или какая-то экспедиция. Больше добавить ничего не могу. Допрос Анямов Николай Павлович. 2 апреля 59-го года. Национальность Манси. Занятие. Охотник. Допросил Темпалов. По существу заданных вопросов поясняю. В начале февраля 59-го года мы, то есть я, Анямов Андрей и еще Анямов тоже Андрей, ездили на охоту. Охотились мы 9 дней, в лесу на охоте увидели следы узких лыж, которые были занесены снегом, сантиметров на 15, а в лесу меньше. Мы подумали, что какая-то экспедиция пошла в гору. Следы видели по реке Ауспи в десятых числах февраля 59-го года. Когда пришли домой, то сказали об этом, что видели следы лыжников. Самих туристов нигде не видели и не слышали. Во время охоты была и хорошая погода, но больше плохая. Был ветер и холодно. С числа 23-24 февраля 59-го года нас послали искать туристов, и мы пошли вместе с русскими. При нас нашли 4 туриста замерзшими. От чего и как получилось с туристами, я просто не понимаю, как это могло получиться. Палатку нашли при нас на горе, в которой находились вещи туристов. Я принимал в поисках туристов участие 8 суток. У нас среди манси, сколько я понимаю, не было такого случая, чтобы кто-либо погибал в горах Урала. Что ранее было, не знаю. Никакого народа другого, кого бы мы не знали, в тех районах не имеется. Никаких дикарей у нас в районе не имеется. И манси никого не встречали. Если бы они были, мы бы знали. Мы узнали о том, что туристы потерялись уже после 20-х чисел февраля 59-го года. Больше добавить ничего не могу. Протокол допроса Шешкина Константина Ефимовича. 6 апреля 59-го года. Национальность. Свидетель показал, примерно в 10-х числах февраля 59-го года мы, то есть трое Анямовых, ходили на охоту по реке Лозьва. Охотились мы, не доходя уральских гор, примерно 15 километров. На охоте видели следы туристов на узких лыжах, которые шли по реке Лозьва. Следы были запорошены снегом на 4-5 сантиметров. Самих туристов не встречали и не слышали их. Как и что с ними случилось, мне неизвестно. Но во время выборов 1 марта 59-го года в селе Бурмантово я слышал, что туристы потерялись. Я говорил, что мы были на охоте и на реке Лозьва видели следы лыж туристов. Когда мы были на охоте, то я видел следы рассомахи и волков. Рассомахи могут есть мертвых оленей и людей. Но волки мертвых оленей не едят. Где мы охотились, никакой молебной горы не имеется. А по рассказам Манси, мне известно, что она находится в верховьях реки Визжай. А в верховьях реки Лозьва нет такой горы. Но мне известно, что сейчас и Манси не ходят молиться на молебную гору. Молодые вообще не молятся. А старые Манси молятся дома. Я слышал, что пять туристов нашли замерзшими. Почему они замерзли, мне неизвестно. Допросы были мною переставлены местами для более легкого понимания всех тонкостей, данных Мансицами показаний. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok